Рада приветствовать вас на площадке медицинского корпоративного университета в нашем проекте клиника на миллиард. Здесь мы знакомим вас с поставщиками технологии, оборудования, расходных материалов, которые действительно помогут вам либо сократить издержки, либо увеличить выручку, словом увеличить прибыль. И сегодня мы будем говорить о правильном подборе УЗИ оборудования. Я не знаю как вы, но в своей практике я бесконечно мучилась решениями, какое УЗИ оборудование приобрести, потому что очень много было мнений, очень много было пожеланий со стороны докторов, одни пожелания со стороны инвесторов, другие пожелания. И всегда в результате, я уже анализирую прошлый опыт, понимаю, что в результате принимали решения исключительно потому, как, собственно говоря, общался менеджер по продажам. То есть глубоко-то и особо не ныряли как раз вот в технологию подбора УЗИ оборудования. Сегодня у нас в гостях, коллеги, Сергей Волынкин, заместитель директора по региональному развитию компании Медлига. Это федеральный поставщик профессионального медицинского оборудования. Медлига входит в топ-3 ведущих поставщиков медицинского оборудования России. Сергей, гордитесь, что работаете в такой компании. Коллеги, всем еще раз доброго дня. Да, безусловно, горжусь тем, что я работаю в такой крупной интересной компании на очень интересном рынке. Наша компания является одним из крупнейших поставщиков медицинского оборудования в России. Мы являемся импортером этого оборудования. Наша компания на рынке медицинского оборудования уже более 9 лет. Мы специализируемся на поставке любого диагностического оборудования, начиная от небольших каких-либо вспомогательных приборов, заканчивая крупными проектами по оснащению клиник, в том числе тяжелой техникой, рентгеновской техникой, компьютерными томографами и так далее. Также мы специализируемся на оснащение клиник под ключ. Я так и поняла, Медлига такое очень звучное, фундаментальное название, Лига-Союз, Союз-Объединение. Как раз я так и поняла, что вы занимаетесь не только поставками УЗИ-оборудования, но и комплектуете как раз под ключ все клиники. Мне кажется, это очень важно доверять одному поставщику и понимать, что тебя не обманут и действительно подберут самое лучшее, то, что будет работать. Я знаю по себе, что есть оборудование прям как лошадки, работают уже 10-15 лет, а есть оборудование, в котором ты разочаровываешься буквально через 6 месяцев работы. Сергей, расскажите, пожалуйста, с чего начинать выбор УЗИ-аппарата, как правильно выбирать комплектацию. Давайте с самого простого начнем, то, что на самом деле волнует и собственников небольших кабинетов, и собственников больших клиник. Проблемы на самом деле у всех одни и те же. Да, проблемы у всех одни и те же, и на самом деле здесь достаточно интересная ситуация. Необходимо отталкиваться от конкретной потребности клиники и от конкретного специалиста, который будет работать на ультразвуковом аппарате. Потому что самих ультразвуковых аппаратов огромное количество по программному обеспечению, по наличию датчиков и вообще от чего мы, как поставщик медицинского оборудования, все-таки рекомендуем отталкиваться. Это врач, его личные предпочтения по функционалу, по выдаваемой картинке. Это специфика клиники и те исследования, которые планируются выполнять на этом приборе. Флебиология, гинекологические исследования, какие-то абдоминальные исследования. То есть для каждого из этих исследований нужны свои пакеты опциональные и различные наборы датчиков. Например, для гинекологических исследований нужны линейные, внутриполосные, для кардио секторно-фазированные датчики, для педиатрии сделать акцент на ненатальные педиатрические датчики с высокой частотой, для исследования людей с крупной комплекцией необходимы комплекты датчиков, которые работают на низкой частоте. Сергей, знаете, как обычно бывает, особенно когда клиники открываются, ты всегда лицензируешься с опережением, можно сказать, будешь-не будешь заниматься этим видом деятельности, но все равно заявляешь, чтобы получить лицензию и дальше не морочиться с этим. Примерно покупка оборудования так и происходит у ЗИА аппарата. Есть некая базовая комплектация, а потом уже начинаются хотелки тех специалистов, которые приходят в клинику. Так и надо действовать? Или все-таки есть какая-то универсальная машина, универсальная комплектация? Скажем, 4 датчика должно быть обязательно? Или 3 датчика должно быть обязательно? Есть универсальные машины, они рассчитаны на потоковые исследования. Давайте назовем это пакетные предложения. То есть мы как производитель некоторого оборудования, как дистрибьютор и как импортер, мы для рынка комплектуем определенные пакетные предложения, которые размещаем на производственной, соответственно, площадке у самого производителя. И эти пакеты максимально распространены на рынке именно ультразвуковых аппаратов. Ну и, соответственно, уже в дальнейшем, если врачу необходим тот либо другой опционал, поменять какие-либо датчики, естественно, либо вносятся какие-то изменения в текущий прибор, либо комплектуется конкретная машина под конкретные пожелания врача для его узкого, например, направления. Да, само собой механика, она плюс-минус очень сильно похожа. Ну и опять же, если говорить про выбор этой комплектации, все-таки большую часть и большую долю принятия решений, наверное, стоит отнести к мнению специалиста, который будет работать на этом приборе. Если прям врач-суперэксперт, ему нужен технологический классный аппарат с полным функционалом, да, естественно, вот эта комплектация будет собираться не из того, что есть на складе, а конкретно будет производиться на заводе. Пишут в чат, начинают уже вопросы задавать. Коллеги, подключайтесь. Уверена, что тема подбора ультразвуковых аппаратов точно вас волнует, потому что эта тема вечная. Я, Сергей, позвольте, буду дальше вас пытать. На самом деле, аж 21 вопрос сформировала по этой теме, потому что на самом деле, да, волнует это все, как действительно человека, который принимает решения и вкладывает деньги в покупку того или иного оборудования. Скажите, пожалуйста, почему ультразвуковые аппараты производителя Китая и Кореи традиционно считаются хуже, чем американское ультразвуковое оборудование? Или это миф? Или это на самом деле так? Или мы теперь покупаем Китай от безысходности? Нет, знаете, я бы эту ситуацию однозначно не назвал бы безысходностью. Это на самом деле уже сложившийся такой стереотип и связан он с тем, что, наверное, на заре развития рынка, когда из стран Азии поступали товары к нам в Россию, они были не очень хорошего качества, более низкого. Но вот за последние 10-20 лет очень сильно поменялось качество этого поставляемого оборудования. Посмотрите просто на технику, которая едет к нам в Россию, даже все именитые бренды, они размещают все свои производственные площадки, стараются размещать свои производственные площадки именно в странах Азии, Корея, Китай. Ну и, соответственно, Миндрей популярен по всему миру, имеет отличное качество, у него технически собрано правильное оборудование, и при этом это оборудование является очень доступным по цене. Ну и, соответственно, тот же самый Samsung, именитый бренд, и очень востребован на рынке. Поэтому говорить о том, что... Да-да-да, вот у меня в клинике стоят и американские приборы, еще былой роскоши оборудования, и Миндрей стоит, и Samsung, и на самом деле разницы нет. Я могу подтвердить ваши слова, картинка прекрасная. Да, картинка объективно всегда сейчас на высоком уровне, и китайцы, в принципе, и любой, в принципе, производитель азиатский, они делают очень интересный такой ход, они на текущий момент времени, и они на самом деле покупают технологии, они покупают инженеров, которые когда-либо начинали делать какие-то нововведения в ультразвуковых исследованиях. Они их покупают, покупают их разработки и внедряют, соответственно, свой продукт. Поэтому говорить о том, что какая-то ситуация повлияла, и у нас от безысходности мы покупаем китайские, корейские приборы, ну, наверное, нет. Китайцы заняли очень хорошую нишу на рынке и показывают все-таки свое качество на протяжении уже многих лет. Да, Сергей, но все-таки, вот если бы вы открывали свою клинику и были ограничены в бюджете, да, и при этом врачи ходили вокруг вас и говорили, хотим работать только на супероборудование, вы бы купили поддержанный, восстановленный американский прибор или купили новый Миндрейс, скажем? Ну, смотрите, здесь каждый решает для себя сам, потому что есть определенные риски, от которых, наверное, никто не застрахован при покупке восстановленного бывшего употребления аппарата. Во-первых, аппарат может быть устаревшим. Если мы приходим к тому, что аппарат устарел и снят с производства, ну, значит, и адекватного сервисного обслуживания на этот прибор, ну, ждать неоткуда. Ни по поставке деталей, ни по поставке, не дай бог, если сломался какой-то датчик, датчики могут уже не производиться. Новый же аппарат, он все-таки находится на гарантии и на сервисном обслуживании. На восстановленные аппараты мало кто из продавцов дает адекватные гарантии. Гарантия все-таки на новое оборудование от года и выше. Все, опять же, зависит от производителя. А вы какую гарантию даете на свое оборудование? У нас гарантия, мы, как производитель-импортер, мы даем гарантию на свой продукт от года и выше. Все зависит от модели и все зависит от того бренда. Но, как правило, от года до двух. Но есть еще такой немаловажный факт. И нужно смотреть не только на срок и гарантии, нужно смотреть все-таки на срок службы, который указан в паспорте. То есть есть гарантийный срок, есть срок службы. Срок службы ультразвукового прибора в среднем составляет от 8 до 10 лет. И вот здесь хотелось бы, на самом деле, поподробнее рассказать, от чего это все-таки зависит. Срок службы. Само оборудование дорогое и технически сложное. И мы все-таки рекомендуем заключать договор на постгарантийное сервисное обслуживание. Для того, чтобы прибор, на самом деле, отработал тот срок, который ему прописан в паспорте. Ну и любое оборудование, любое абсолютно, оно может ломаться. И вот этот вот шаг, когда подписывается дополнительное, например, соглашение на сервисное обслуживание, оно, скажем так, страхует пользователя на то, что прибор будет простаивать. Потому что самое главное, особенно в частном бизнесе, про который мы сегодня говорим, это оперативно и качественно подчинить, либо, наоборот, предвосхитить события, которые будут способствовать поломке этого оборудования. Поэтому этот сервис очень важен. Важны средства по эксплуатации самого прибора, то есть где он стоит, при каких условиях на самом деле он используется, пыльное ли помещение, насколько профессиональный врач на нем работает, отношение этого врача к этому прибору. То есть, даже если очень хороший прибор, но если к нему максимально относиться не с должной ответственностью, выходят датчики из строя, пережимаются кабели, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, тоже такие вот факторы, которые зависят напрямую от пользователя, от больницы. Сергей, ну получается, вы говорите о том, что срок службы оборудования 8-12 лет, но при этом поставщики, все практически поставщики дают гарантию год. Вот с чем это связано, такая разница? Почему не больше? Если вот мы точно понимаем, что оборудование прослужит 8 лет, допустим. С чем это связано? Как раз вот с теми рисками? Да, это как раз связано с теми рисками, о чем я и говорил. То есть, есть оборудование, и его ресурс обусловлен, скажем так, идеальными условиями. Вот как раз 8-10-12 лет. Но если эти условия не соблюдать, гарантировать жизнь этого прибора на таком сроке, ни один производитель не сможет. Потому что от него, к сожалению, нет производителя, нет поставщика-импортера, кортера, дистрибьютора, это, к сожалению, не зависит. А можете такие какие-то прям накидать базовые условия хранения, обслуживания ультразвукового как раз аппарата? Можно ли передвигать из кабинета в кабинет? Как там, как заканчивать рабочий день? Ну, какие-то такие вот элементарные вещи, чтобы можно было понимать, что да, действительно, это как раз и есть такой нормальный подход к оборудованию. Передвигать можно из кабинета? Да, смотрите, все, что касается именно логистики одного прибора в разные кабинеты. Да, такая опция есть. Прибор сам, несмотря на то, что он сравнительно большой, его можно передвигать между кабинетами. Но если прям требуется мобильный прибор, который будет очень часто курсировать между кабинетами, а если это еще необходимо делать между этажами, мы все-таки рекомендуем рассматривать к приобретению портативные приборы. Например, опять же, всеми любимый Миндрей имеет в своем парке оборудование, линейку портативных ультразвуковых приборов MX, которые работают на платформе ZST+, которая позволяет не терять качество визуализации, качество изображения в сравнении со стационарными приборами. Поэтому особых каких-то проблем с передвижением оборудования нет. Ну а в рамках сервисного обслуживания, что как необходимо делать, что необходимо проводить для того, чтобы машина жила достаточно долго, но здесь, наверное, самое простое. Ввод в эксплуатацию. При вводе в эксплуатацию в обязательном порядке, особенно вот я, наверное, расскажу на нашем примере, как мы это делаем, когда поставляем оборудование в клинику. Всегда мы проводим внешний осмотр рабочего места и внешних условий вообще эксплуатации прибора. Помимо самого прибора, есть периферия, которая также используется принтер, ИБП. Смотрим, чтобы не было никаких сломанных частей и так далее. Обязательно проводится обучение и инструктаж сотрудников, которые будут работать на этом приборе. Это прям обязательно. Также в паспорте, как правило, указывается средство для дезинфекции тех же самых датчиков, для обработки самого прибора. Мы проводим обучение по регулировке самого сканера и разбираем, назовем так это типичные ошибки работы на приборе, чтобы врачи уже изначально понимали, что так делать, наверное, не нужно и к чему это, в принципе, может привести. Ну, а при сервисном обслуживании все, в принципе, достаточно просто. Сотрудник выезжает на место, сотрудник проводит диагностику самого программного обеспечения, смотрит программу на ошибки, если необходимо, обновляет ее, соответственно, также полностью проверяет состояние датчиков, состояние линз и так далее. Состояние трекбола для того, чтобы не было никаких зависаний. А как часто надо такие профилактические осмотры делать? Знаете, где-то один-два раза в год этого будет достаточно. Для того, чтобы на самом деле оборудование служило. И, казалось бы, этот выезд, он, в принципе, если это стоимость этой услуги, соотнести со стоимостью прибора, в принципе, это стоит совсем недорого. И эта стоимость, она, на самом деле, снимает очень и очень много рисков. Не дай бог встанет прибор. Ну, всякое бывает. Не дай бог встанет прибор, особенно на исследование, особенно если все-таки машина в клинике одна, то, соответственно, тогда и будет и простой кабинет, и финансовые потери в том числе. Знаете, столкнулась еще с такой ситуацией, что вроде аппарат работает, датчики работают, потом вдруг возникает какой-то момент, и возникает ситуация, надо срочно менять датчик. Картинка плохая, ничего не видно. И всегда хочется задать вопрос, а заранее нельзя было это спрогнозировать, что пора датчик менять. Вот есть ли какой-то ресурс у датчиков, какое-то количество исследований, там, не знаю, визуализация, изменение визуализации. Как понять, что датчик надо менять? И как-то, чтобы с опережением уже действовать по этому поводу. Ну, здесь, на самом деле, опять же, мы рекомендуем все-таки смотреть на сервис на обслуживание, для того, чтобы это оценивал специалист, и таких все-таки непредвиденных ситуаций не возникало. А так, какого-то регламентированного срока его объективно нет. Все зависит от того, насколько сильно загружена машина. Если прибор загружен прям 24 на 7, естественно, линза на датчиках будет истираться многим быстрее, чем положено по, скажем так, по регламенту, опять же, сроку службы. Опять же, если прибор стоит в достаточно проходном месте и много пыли, соответственно, датчики необходимо обрабатывать. И опять же, мы возвращаемся к тому, что обработка датчиков должна быть правильной. Если это делать неправильно, опять же, истирается линза. Поэтому спрогнозировать срок службы именно датчиков практически, как нам, поставщику, сложно. Ну и, в принципе, пользователю только в момент использования датчика можно понимать, когда это будет в плане поменять, например, да заказать датчик. То есть, пользователь и вы, как специалисты, люди, которые приезжаете как раз на те самые профилактические осмотры оборудования и даете рекомендации, да, что где подтянуть, поменять и так далее. Да, да. Соответственно. Сергей, вы сказали по поводу важности такой процедуры, как ввод в эксплуатацию оборудования и проведение инструктажа людей, которые будут на нем работать. Но часто люди меняются, врачи меняются, да, и не все присутствуют на том самом значимом инструктаже. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то видеоинструктаж, в котором вы могли обратиться вновь принятые сотрудники, посмотреть, как работает оборудование? На какие кнопки нажимать? Смотрите, в рамках поддержки наших клиентов после поставки оборудования у нас есть несколько очень интересных инструментов, которые мы используем. То есть, первый инструмент это наш телеграм-канал, который работает 24 на 7. Там присутствуют наши инженеры, клинические специалисты, продукт-специалисты, которые в онлайне отвечают абсолютно на все вопросы касаемо правильности работы, правильности исследования. Могут ответить вот прямо здесь и сейчас. Помимо телеграм-канала, у нас есть в компании наш канал на YouTube. Мы выкладываем очень много роликов, которые касаются управления частным медицинским центром и сравнения каких-либо ультразвуковых машин. И мы открываем для врачей какие-либо опции. Например, если у врача есть какой-то вопрос, мы можем зайти опять же на наш телеграм-канал, посмотреть, как работает эта опция на конкретном, например, оборудовании. Да, еще, знаете, столкнулась с такой историей. Приходит один врач, условно нажимает на одни кнопки, подкручивает одни тумблеры. Приходит другой врач, все меняет под себя, подкручивает. Ну и все мы понимаем, почему, откуда это берется. Прежде всего, это берется от отсутствия каких-то серьезных знаний как раз по ультразвуковой диагностике и по пониманию, как работает оборудование. Есть ли у вас какие-то учебные центры, чтобы можно было как раз людей поближе к вам соединить с вами, с поставщиками, чтобы все-таки оборудование использовалось в полном объеме, и действительно люди нажимали на одни и те же кнопки и понимали, как оно работает. Не хватает знаний у нас базовых, потому что часто люди получают корочки просто для галочки. Мы сами это прекрасно понимаем и знаем. Да, я с вами полностью в этом формате, наверное, соглашусь. И в наш холдинг входит учебный центр, он называется Митрейн. Учебный центр полностью аккредитован. И на базе этого учебного центра мы обучаем врачей работе на ультразвуке конкретных моделей. Ну и, соответственно, конкретные исследования. Также после прохождения этого обучения врачи получают все соответствующие сертификаты, баллы и так далее. Само собой. Потому что, например, работая на одном и том же самом приборе, вы чуть ранее сказали, что один нажимает на одни кнопки, второй нажимает на другой кнопки. То есть, помимо всех вот этих настроек, которые можно, прибор может запомнить под несколько врачей, важно все-таки понимать, да, чтобы врачи умели пользоваться своими настройками, своими так называемыми пресетами. И наш учебный центр закрывает такую потребность. Это очень крутая идея организовать учебный центр. Я прямо восхищаюсь вашей прозорливости, потому что это на самом деле точка притяжения, и руководители будут, я думаю, что с удовольствием как раз обучать своих сотрудников в вашем учебном центре, чтобы понимать, чтобы максимально использовать то оборудование, которое клиника приобрела. Да, еще Сергей, прямо на языке вертится вопрос. Скажите, пожалуйста, доплер, обязательно опция или не обязательно? Знаете, доплер, вообще любой современный ультразвук, он по умолчанию оснащен всеми доплеровскими режимами и входит в принципе в стандарт любой диагностики и находится практически в каждом ультразвуковом приборе. Я могу сказать, наверное, про исключение, что доплер, наверное, не стоит все-таки использовать в первый триместр беременности, потому что повышает определенные механические тепловые индексы и не очень хорошо может сказаться на эмбрионе до первых 10 недель, поэтому там доплер не используется. А так доплер, да, по умолчанию в каждом, по стандарту, в каждом ультразвуковом приборе он присутствует. Да, скажите, пожалуйста, Сергей, есть такое устойчивое понимание, что хороший врач ультразвуковой диагностики обязательно должен работать на хорошем, желательно экспертном аппарате? Ну, в моем представлении человека, который вкладывает деньги, хочет получить те же деньги, только совершенно с другими нулями. В моем представлении, хороший врач может и на не очень хорошем оборудовании поставить правильный диагноз. Как на это смотрят поставщики оборудования и эксперты в ультразвуковой диагностике? На самом деле есть такой факт, что хорошие врачи хотят работать на хорошей машине. И объективно это нормально. Для них это комфорт, потому что специалист, который состоялся как специалист, он все-таки это ценит, он ценит свое время. Ему объективно не будет нравиться тот прибор, который медленно работает, у которого плохая картинка. Чем быстрее оборудование, чем круче это оборудование, тем лучше картинка, соответственно, тем больше проходимость будет у этого врача. А мы все прекрасно понимаем, что врач, который, как я уже сказал, состоялся как специалист, он создает все-таки себе поток. И этот поток машина должна обрабатывать. Потому что многие врачи работают на проценте, скажем так, от того потока, который они приводят в клинику. Естественно, они будут замотивированы, чтобы такое оборудование максимально в короткие сроки отбить, в том числе и для клиники. То есть, это такой определенный симбиоз интересов. Да. Медлига входит в топ-3 ведущих поставщиков в России. Наверняка вы знаете коммерческие показатели тех клиник, куда поставляете оборудование. Если это корректно, поделитесь, пожалуйста, один аппарат ультразвуковой диагностики, ну, допустим, с двумя датчиками, базовой комплектации. Какую выручку в месяц может давать, если, допустим, загрузка 80% его? Ну, давайте на что рассчитывать в месяц, в день. Давайте я, наверное, от прошлого ответа на вопрос, наверное, оттолкнусь. Чем выше поток, тем, соответственно, больше денег можно зарабатывать в день, в неделю и, в принципе, в месяц. Чем больше врач имеет свою квалификацию, тем, соответственно, будет лучше. Если мы говорим про средний чек, про среднюю загрузку, стандартная комплектация, она все-таки идет на четырех датчиках. То есть, мы говорим про ультразвуковую машину, которая рассчитана на все виды исследований в базе, в своей. То есть, четыре датчика. Внутриполосной датчик, конвексный, линейный, секторно-фазированный. При этих условиях опять же, все зависит от уровня специалиста, который на этом работает. В день можно зарабатывать от 20 до 60 тысяч рублей на потоковой машине. Соответственно, если мы говорим про, скажем так, про ответственность со стороны клиники, это уровень врача, то мы, как поставщики медицинского оборудования, чем, опять же, мы можем помочь, я еще раз, наверное, повторюсь, это наше обучение, что, в принципе, способствует ускорению работы врача на этом оборудовании, те самые, повысить поток. наш телеграм-боты с поддержкой круглосуточной, на самом деле, 24 на 7, и не все поставщики медицинского оборудования могут похвастаться таким сервисом. Наш YouTube-канал, опять же, ну и опять же, наш учебный центр. То есть, мы, как поставщик, готовы обеспечить знаниями и умениями ваших врачей, для того, чтобы поднять, увеличить скорость исследований и повысить проходимость. На самом деле, это очень интересная такая история. С одной стороны, есть поставщик оборудования, который говорит о том, что базовая комплектация это 4 датчика. То есть, врач должен уметь делать ультразвуковое исследование брюшной полости, щитовидной железы, там, не знаю, и давайте еще что-нибудь, да, простаты там и так далее, да. И, с другой стороны, есть врачи, которые, как правило, делают объемы помощи согласно своей специальности. Ну, условно. Я делаю, там, один врач придет, я делаю только органы брюшной полости, там, эндокринолог скажет, а я делаю только ультразвуковое исследование щитовидной железы и все. И возникает вопрос, то есть, есть люди, которые усеченно занимаются определенными видами ультразвуковых исследований, есть аппарат с 4 датчиками, в которые уже вложены деньги, естественно, хочется отбить эти деньги и не то, что вернуть, а заработать на этом. И здорово, что есть некий учебный центр, куда можно послать этого врача и сказать, хочешь работать на хорошем оборудовании, пожалуйста, расширяй свои горизонты, пожалуйста, там, расширяй свой интернистский подход и занимайся ультразвуковым исследованием не только молочных желез, но и в целом всего организма, чтобы действительно, когда пациент заходит в кабинет врача ультразвуковой диагностики, врач мог сделать все, как принцип одного окна, то есть это то, к чему нужно стремиться. Но на самом деле, Сергей, в жизни все по-другому. Если в Москве люди прям хватаются, да, вот врачи, они знают, что им надо зарабатывать, и они готовы все делать. Хорошо, плохо, там, специалисты, не специалисты, они тебя полностью, там, с головы до ног готовы сделать ультразвуковое исследование, то в регионах врачи побаиваются это делать. То есть они там, я делаю только молочную железу, а я смотрю только гинекологию. И мне кажется, это вообще очень крутой механизм, когда соединить вот тех нерешительных врачей с вашим учебным центром, и действительно вот такой, чтобы все были счастливы условно, да, чтобы оборудование работало, и пациент, чтобы полностью был обследован, и врачи могли зарабатывать, и собственник, который приобрел у вас одну единицу оборудования, через год захотел вторую приобрести, потому что этот полностью пашет аппарат. Мне кажется, вот надо к такому прийти, пониманию. Вы знаете, у нас на самом деле есть несколько таких кейсов, примеров, когда врачи переучивались и приходили на курсы абсолютно с другого направления. Например, у нас было мероприятие, совместная конференция тире обучения в Сочи и направление было непосредственно кардиология. И очень много врачей, которые приходили, то есть сам курс состоит из нескольких этапов, сейчас про них, наверное, говорить мы не будем. Есть этап теории, есть этап практики, здесь было немного теории и была практика, и многие специалисты приходили и немного переучивались конкретно на кардиологию для того, чтобы повышать свой уровень экспертности. Да, еще, знаете, Сергей, я хочу с вами поделиться, пришла к такому пониманию, что должно быть в клинике, безусловно, несколько аппаратов разной комплектации, то есть должен быть аппарат для врача ультразвуковой диагностики минимум с четырьмя датчиками, то, что вы говорите, и с работающим, функционирующим доплером, должны быть небольшие единицы оборудования в кабинетах у врачей, допустим, в гинекологическом кабинете, чтобы не гонять пациента, чтобы не создавать очередь в кабинет ультразвуковой диагностики и действительно ставить диагноз прямо в кабинете, я считаю, что это очень важно, то есть может быть это как раз не экспертный аппарат, но тот, что надежно работает и может помочь врачу поставить диагноз клиницисту, и безусловно, вот то, что вы проговорили, должны быть портативные аппараты, которые можно из кабинета в кабинет, с этажа на этажа переносить и действительно пользоваться ими тогда, когда нужно, где-то в палате посмотреть, где-то, не знаю, в операционной что-то посмотреть, то есть обеспечить тот самый сервис, на который люди идут, и вот к этому пониманию мы пришли совершенно недавно, и плохо, что мы пришли недавно, на самом деле, да, и сейчас есть разное как раз оборудование, я как раз рекомендую не одну единицу брать, а все-таки подстраиваться под сервис и под выручку, которую мы хотим получать с квадратного метра площади, даже не с единицы оборудования, а с клиники в целом. Да, я с этим соглашусь, и, наверное, вот могу сказать про узконаправленные какие-то виды исследований и датчиков, которые на самом деле нужны и помогают поднять поток и поднять средний чек. вот, к примеру, у клиники есть отдельное направление проведения акушерских исследований. Есть, на самом деле, мнение, которое на рынке присутствует, что именно для акушерских исследований необходимы приборы, которые оснащены определенными датчиками и опциями. на самом деле, это так, потому что сегодняшние технологии, которые применяются, те методы, они должны по умолчанию в себя включать абдоминальные исследования, трансфагинальные 2D-сканирования, исследования в М-режиме, доплер тот же самый, обязательно 3D-ультразвуковое исследование, то есть не каждый прибор может такое показать. Особенно, если мы сейчас будем говорить про, затронем про тему про современные международные стандарты, то при ведении беременности вот есть такой стандарт, сейчас я вспомню даже номер 1157 Международной электротехнической комиссии, да, все верно, что во время беременности датчик в реальном времени при использовании обычного абдоминального датчика, во-первых, его частотный диапазон должен быть от 3 до 5 МГц, он должен показывать ширину изображения в 9,5 сантиметров и при этом иметь глубину 6 сантиметров, ну и сама система должна обеспечить как минимум 16 уровней серого цвета, тоже не каждая машина может это обеспечить, ну а если мы говорим про 4D исследование, то используется эта функция при уже третьем триместре, да, и данное исследование, оно позволяет вообще проводить детальную оценку пороков развития плода, плода, вот выстроить изображение в вот прям в онлайне, скажем так, и вот это вот онлайн построение 3D изображения плода, на самом деле очень много каких-то опасений, страхов будущих родителей снимает, и они готовы за это платить, тем самым очень сильно повышает чек в больнице. Сергей, для меня хорошее оборудование, надежный поставщик оборудования, это компания, которая предоставляет хороший надежный продукт, то есть сам аппарат. Второй момент, это надежное постгарантийное обслуживание, гарантийное и постгарантийное обслуживание, и учебный центр, вот то, что вы проговорили, это вообще очень круто на самом деле, это то, что отстраивает компанию Медлига от других компаний на рынке. И все-таки цена вопроса тоже имеет важное значение в решении покупать оборудование именно в той или иной компании и комфортность платежей. Как у вас с этим в Медлиге? Цены средние по рынку, цены ниже рынка, цены выше рынка? И какие есть графики платежей? Возможности? Все, что касается цен на оборудование, мы та компания, которая не продает оборудование. Мы продаем решение. И совокупная стоимость этого решения, нельзя сказать конкретно, мы на 20% решеяли, чем полностью все. Здесь нужно отталкиваться от того решения, которое клиника ждет. Мы закрываем проблему, мы не просто ставим какое-то оборудование и забываем об этом. Полностью все сопровождение и так далее. Все, что касается финансовых условий, у нас, во-первых, гибкая политика скидок, у нас есть возможности работать в рассрочку, у нас есть возможности работать с лизинговым продуктом. Если, например, мы говорим про открытие новых клиник с, например, с очень ограниченным бюджетом, есть такая возможность, как взять оборудование в аренду, что, в принципе, тоже есть в нашей компании. Да, но здесь есть такое замечание, что не каждое оборудование можно взять все-таки в аренду. Например, в аренду сложно будет взять то оборудование, которое индивидуальное, имеет какую-то индивидуальную комплектацию. Например, наркозно-дыхательное оборудование, рентгены, ну вот из такой серии, на любой, в принципе, срок, новое это оборудование может быть, это может быть восстановленное оборудование, но, опять же, нашими инженерами, пожалуйста, тоже можем рассмотреть такие варианты и подобрать для клиники ту модель, которая конкретно необходима по те исследования. То есть, условно, клиника платит 200-300 тысяч, я не знаю сколько, 100 тысяч в месяц и может пользоваться оборудованием в нужной комплектации. Оборудование в нужной комплектации работает, приносит деньги. Здорово, хорошее решение, да. Как компания сдает в аренду автомобили водителям, так, собственно, врачам можно сдавать в аренду аппарат. И как раз в рамках, если мы говорим про аренду, и достаточно часто бывает, что это БУ оборудование, и мы сегодня уже разговаривали про это БУ оборудование, что есть определенные риски. В рамках нашей компании эти риски исключены. Благодаря чему? Благодаря тому, что у нас в компании наш собственный сервис. Мы не прибегаем к условиям стороннего сервиса. Это наши собственные инженеры, которые имеют высокую квалификацию и неоднократно получали от производителя Миндрей награду золотого сервиса. Молодцы, не зря входите в ТОК-3. Да, есть чем гордиться. Скажите, пожалуйста, Сергей, какие сейчас условия по лизингу вы даете? У нас есть на текущий момент уникальная акция на ультразвуковой прибор Миндрей DC60 в комплектации как раз базовые четыре датчика с первоначальным взносом 49%, 13 месяцев лизинга и с процентом удорожания менее 1% в год. Практически беспроцентная рассрочка. Ни одна из компаний на рынке, насколько мне известно, таких условий по лизингу не дает. Это очень выгодное приобретение как для существующих медицинских центров, так и для вновь открывающихся. А есть схема трейд-ин? Рабочая схема для вас? Схема трейд-ин, да, у нас также присутствует, также готовы ее рассмотреть. Все зависит также от состояния прибора. Наши инженеры оценивают. И мы выходим с готовым предложением по трейд-ину. Такая схема также у нас присутствует обязательно. А куда вы деваете вот эти страшные, ужасные, старые аппараты? Что вы с ними делаете? Ну, во-первых, мы их приводим в должное состояние, для того, чтобы на нем можно было работать. Это оборудование у нас, либо мы его можем предоставить в аренду, если оно в хорошем состоянии. Это оборудование мы можем держать как резервное на случай каких-то прям совсем непредвиденных ситуаций. когда что-то сломалось у клиента. Ну, вот предположим, есть, часто бывают такие кейсы, когда наш давний партнер имеет в парке какой-то старый прибор, который у него резко сломался. Пока мы заключаем, например, договор, пока оборудование, например, находится еще на таможне, есть определенный временной интервал, когда это оборудование еще только заходит в Россию. Те же самые там 14-20 дней, чтобы клиника не стояла, мы даем такое подменное оборудование. То есть, это тот резерв, которым мы пользуемся в том числе и закрываем такие вот не очень приятные ситуации у наших партнеров. Ну, это отличный сервис. Это как раз для тех, кто до последнего тянет, не приглашает поставщика на профилактическое обследование, обслуживание, у которого резко все, когда резко все ломается, конечно, уже за соломинку хватаешься и, конечно, благодарен за то, что есть такие резервные аппараты и клиника не встанет. Сразу такая аналогия тоже с автомобилями рождается, когда сдаешь на ТО, и компания, помню, были времена, давала тебе машину, на которой можно передвигаться. Да, не знаю, как сейчас, но раньше было такое. Хорошо, что вы сохранили этот сервис, это очень важно на самом деле, потому что оборудование у всех одно, а вот сервис у всех разный. Да, это, конечно, дорогого стоит. Сергей, у нас вопросов достаточно много в чате. Сейчас начну их задавать вам. Да, да, давайте. Чтобы все гештальты закрыть наших слушателей. Так, так, так. Сергей, с какого аппарата рекомендуете начать? Открываем небольшую клинику гинекология. Анастасия спрашивает. Анастасия, еще раз день добрый. Я бы, на самом деле, рекомендовал начать как раз с того прибора, про который я чуть ранее сказал, Миндрейн DC60. Прибор высокого класса, полностью укомплектован четырьмя датчиками. Если вы только-только открываетесь, этой машины будет более чем достаточно. Она свои деньги максимально в короткий срок вам отработает. Если в дальнейшем вам необходимо будет расширить свой спектр услуг, в том числе именно ведение беременности, именно как раз производить исследования с использованием 4D, здесь уже после прохождения определенного периода времени вы можете произвести апгрейд этого прибора и его также по системе Trade-In, например, поменять на прибор, который специализируется для акушерства и гинекологии. ИМАДЖИНА, так называемая РИЗОНА i9 и ИМАДЖИНА, прибор уже экспертного класса, полностью со всеми условиями для того, чтобы работать именно в акушерстве и гинекологии. Сергей, такие слова, говорите, для врачей неизвестны. Я полагаю, лучше, конечно, встретиться на индивидуальной консультации и проконсультировать по поводу оборудования, показать, что можно приобрести. Ну и как-то уже напрямую поработать, раз есть такая потребность. Поэтому, думаю, да. Потому что слова называете для меня вообще непонятно. Точно так же, как пациент, когда приходит на прием к врачу, ничего не понимает. Так и мы, врачи, по большому счету, ничего не понимаем и доверяем вам, как компании, что все будет классно работать. Информацию о нашей компании вы можете посмотреть и по всему портфелю оборудования, которые мы представляем на территории Российской Федерации. Вы можете ознакомиться на нашем сайте. О всех услугах, о всех наших инструментах, которые мы даем. Вся информация есть на сайте и на всех каналах, про которые я тоже чуть ранее упоминал. Телеграм, Ютуб. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы именно уже по подбору оборудования, у вас есть потребность приобретения, можете оставить заявку на нашем сайте. Наши коллеги максимально оперативно с вами свяжутся по тем каналам, которые вы обозначите и подберут то оборудование, которое вам объективно необходимо, исходя из ваших потребностей и бюджета, которым располагаете. Вопрос есть. Сколько стоит постгарантийное обслуживание в год? Если мы говорим про Миндрей, в среднем цена, опять же, если мы будем отталкиваться от количества выезда инженера, в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Очень даже подъемные деньги. Очень демократичный ценник, опять же, если мы говорим в сравнении со стоимостью самого оборудования. Оборудование высокотехнологичное, сложнотехническое, поэтому затраты в год, пускай 10, 20, даже 30 тысяч рублей, они не сопоставимы с теми потерями, которые в случае непредвиденной ситуации могут возникнуть. Мне очень понравилось ваше позиционирование, что вы прямо говорите о том, что вы продаете не оборудование, а продаете решение. Мне кажется, важно с вами дружить, продолжать, и как раз в разрезе постгарантийного обслуживания, чтобы все время в одном информационном поле все были где-то доучить врачей, где-то вы подскажете, какую единицу оборудования приобрести. Вот дружба такая рождается между поставщиком и клиниками. Здорово. Я за 20 тысяч, конечно, не рекомендую отказываться от такой дружбы, которая действительно выгодна всем. Еще есть вопрос. Предполагаем, что для частной клиники будет достаточно модель И-9, если я правильно говорю. Есть такая модель, да? Резона И-9, да, верно. Да, а вот уже Резона И-7 избыточна. И в чем принципиальная разница между этими моделями? Для частной клиники, опять же, повторюсь, в начале нашей сегодняшней встречи мы говорили о том, насколько экспертным является ваш специалист. Если вашему специалисту достаточно Резоны И-9, это машина на самом деле экспертного класса с очень хорошей системой визуализации, этого будет достаточно. Но если ваш врач является узким специалистом, например, в кардиологии, ему нужны всевозможные дополнительные опции, которые есть, например, в Резоне И-7, тогда да, этот прибор вам будет объективно необходим. Но если это базовые исследования с хорошими врачами, потоковая машина, то в принципе Резоны И-9 должно хватить. Вопрос. Сергей, при достаточном бюджете и желании иметь бескомпромиссное качество для УЗИ сосудов, в том числе для очень тучных пациентов и диабетической стопы, и абдоминалки, без кардиоакушерства, какие модели вы все-таки посоветуете? То есть абдоминалку не надо, кардиоакушерство не надо, УЗИ сосудов? УЗИ сосудов и, насколько я понимаю, для тучных пациентов и диабетической стопы, и при достаточном бюджете. Если прибор не нужен портативный, я думаю, что здесь все-таки мы будем говорить про стационарные приборы, я бы рассмотрел экспертный прибор, например, тот же самый, начиная от Медрей DC80 и выше, с определенным набором датчиков, как с высокочастотными, так и с низкочастотным набором датчиков. Потому что, например, для пациентов все-таки тучных необходимы приборы с более низкой частотой. Спасибо. Анастасия спрашивает, расскажите, пожалуйста, еще про портативные аппараты УЗИ. У нас как раз сейчас споры с врачами по поводу аппарата. Врачи просят экспертный аппарат, мы же подобрали более бюджетный аппарат. Ну, вечная тема, споры. Врачей, экспертов и собственника. Портативный аппарат на текущий момент времени абсолютно ничем не уступает по качеству визуализации. Из портативной линейки я могу выделить приборы серии MX. На самом деле они идут на платформе Z10+. То есть, в принципе, что такое платформа Z10+. Это зонное сканирование. И чем она... Ну, во-первых, это запатентованная технология у компании Медрей. И чем она объективно хороша. Каждая ткань в человеке, она с определенной скоростью как принимает ультразвук, так, соответственно, его отдает обратно в датчик. И машина сама понимает и оценивает скорость этого ультразвука при получении его обратно. И тем самым максимально четко и качественно выстраивает изображение и контура. Поэтому любая линейка MX, та же самая, например, MX-7 машина, портативная, абсолютно не будет уступать по своему функционалу, по своей визуализации перед какой-либо стационарной машиной. Тем более, ее можно укомплектовать также абсолютно разным комплектом датчиков. Если она вам нужна в большей степени как стационарная, можно укомплектовать телегой и прекрасно будет работать, выполняя свой функционал. Сергей, можете порядок цен на портативные ультразвуковые аппараты озвучить? Страшные цены нет? Сколько стоит портативный аппарат? Если мы говорим про именно портативные аппараты в базовой комплектации, давайте переведем в рубли, наверное, для того, чтобы все-таки был уровень всем понятен. можно рассматривать от полутора миллионов и выше. Нормально, хорошая такая, приемлемая стоимость даже для небольших клиник. Для небольших клиник, соответственно, да. От полутора миллионов и выше. Понятно, что есть совсем начального уровня прибора, они, естественно, будут дешевле, но для потоковой машины, если мы все-таки про нее говорим, от полутора миллионов. А стоимость оборудования привязана к курсу доллара или евро? С тем учетом, что оборудование мы ввозим и являемся импортером, да, стоимость может варьироваться от курса валют. Еще один вопрос. Подскажите, есть ли специальные условия при открытии клиник, для молодых клиник? Мы, да, как раз мы, мы как раз говорили про аренду, как раз говорили про лизинг, это те условия, которые мы даем молодым вновь открывающимся клиникам. То есть, помимо поставки конкретного оборудования, мы комплектуем, есть стандарты оснащения, например, ультразвукового кабинета, полностью подвесит стандарты оснащения, опять же, для открытия молодых клиник мы помогаем подобрать это оборудование. Полностью все, чтобы закрыть, как раз, то, что мы говорили под проект, под потребность открытия кабинета. Я помню, как сама открывала кабинет, ну, начинала с маленького гинекологического кабинета 25 лет назад. Помню, никаких лизингов, там, трейдинов, вообще, даже речи быть не могло. Таких слов даже не знали. Помню, взяла потребительский кредит, пришел кредитный инспектор, описал все мои холодильники в квартире. Ну, то есть, это вообще, конечно, стыдно так было, ну, а куда денешься? Хочется начать бизнес, хочется открыть клинику, хочется хоть какой-то аппарат УЗИ купить. Я вот до сих пор помню это чувство, и, конечно, хочется помочь молодым клиникам встать на ноги, и здорово, что у вас есть такие финансовые механизмы. Это хорошая поддержка. У нас также присутствует и программа по рассрочке платежей, также в индивидуальном формате, всегда рассматриваем и всегда приходим к какому-то решению. Да, Сергей, скажите, пожалуйста, с чего начать знакомство с такой крутой компанией, как Медлига? Начать все достаточно просто. Всю информацию о компании, еще раз повторюсь, можно посмотреть на нашем сайте, ознакомиться со всем портфелем оборудования, зайти на наш YouTube-канал, посмотреть тот контент, который мы выкладываем. Там, на самом деле, очень много полезной информации, это различные интервью и с собственниками бизнеса, и с различными спикерами на различные темы, которые как раз связаны, например, с управлением медицинскими центрами, мастер-классы, очень и очень много полезного контента, как для врачей, так и для собственников клиник. А если все-таки есть уже понимание, что ты хочешь купить, или хотя бы понимание, что я точно буду работать с Медлигой, как на консультацию куда-то выйти к вам, заявку отправить? Здесь совсем все просто. Если прям определились с видом оборудования, даже не с моделью, а с видом оборудования, который вам необходим, оставляйте заявку на нашем сайте, ребята свяжутся в максимально короткие сроки. За этими вещами мы очень жестко следим, для того, чтобы ваши потребности никуда не терялись и контакт с нашими специалистами вы находили в максимально короткий период времени. И ребята уже все подберут, исходя из вашей потребности, плюс подскажут, что еще необходимо, вдруг что-то забыли по стандартам оснащения добавить. Может, на самом деле, что-то забыли, ну и так далее. Хорошо, что мы, Сергей, встречаемся в конце года. В конце года, как правило, надо все закрыть в голове, все гештальты. Поэтому, коллеги, торопитесь и до конца года связывайтесь с компанией, заключайте предварительные контакты, получайте максимальную информацию и работайте во благо людям, пациентам, во благо себе. Да, посмотрите, пожалуйста, на нашу небольшую заставочку. Это как раз QR-код, который ведет на канал компании Медлига. Пожалуйста, сканируйте, присоединяйтесь к сообществу компании Медлига. Теперь мы единое сообщество. Выбирайте оборудование, выбирайте надежных поставщиков и, что самое важное, надежных людей, которые будут вас сопровождать после покупки оборудования, обучать и делать вашу прибыльную, вашу клинику еще более прибыльной. Да, и действительно, не только экономить вы сможете в партнерстве с такими поставщиками, но и увеличивать свою выручку. Сергей, спасибо большое. Мне кажется, отличная получилась встреча. Я вопросы все свои задала, коллеги тоже задали вопросы. Кто не успел попасть на программу, пусть оставляют заявку на вашем сайте и связываются с вашими экспертами по подбору оборудования. Будем рады помочь, будем рады ответить на все вопросы. Еще раз тоже хочу поблагодарить всех за уделенное время и за интересную беседу. Спасибо. Коллеги, большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова